Как ни странно, но причина возникновения бородавок до сих пор окончательно не выяснена, хотя некоторые современные ученые склоняются к вирусному характеру их происхождения. Но не нужно сразу пугаться этого открытия. Другая часть ученых мужей считает главными причинами появления бородавок невротический фактор. Главное, о чем вы должны помнить, что бородавки, к счастью, не являются тревожным появлением какого-то серьезного заболевания и что обычно они всего лишь косметический дефект, возникающий в результате разрастания верхнего слоя кожи. И еще следует знать, что толчком для появления бородавок могут быть как нарушения гигиены кожи, так и обычные ее раздражения и потертости. Но какие бы причины бородавки на руках не вызывали, эту болезнь необходимо лечить для удаления косметического дефекта. Народные знахари располагают сотнями методов лечения бородавок. Одному человеку поможет такой, а другому иной метод. А случается, что у одного носителя один способ может хорошо подействовать на одни бородавки и не помочь в выведении других? Иными словами, определенного универсального рецепта не существует. Народные методы лечения бородавок включают использование разнообразных продуктов, трав и даже заговоры. Если несколько перепробованных методов не помогли, лучше всего идти к специалисту. Хотя при единичных поражениях многие дерматологи тоже прибегают к народным средствам, основным в таком лечении выступает психология. То есть пациент верит, что выбранный способ помогает. Специалисты называют это эффектом плацебо. Например, в рамках такого метода предполагается брать шелковую нитку, веревочку, волосок и над бородавками завязывать в воздухе узелочки. Как это не покажется удивительным, некоторые носители так избавляются от ненавистного дефекта, чего только не предлагают для удаления бородавок. Уксус, мел, сырые овощи, мясо, разнообразные лекарственные растения. Конечно, имеющиеся у трав лечебное действие можно объяснить, потому что активные вещества, содержащиеся в них, убивают вирусы. Чистотел. Эта трава обладает очень сильным бактерицидным действием. Такое свойство чистотела вначале отметили народные лекари, а затем подтвердила наука. В составе бородавника около двух десятков алкалоидов, отрицательно действующих на опасные для животных и людей микроорганизмы. Эти алкалоиды борются со стафилококками, стрептококками, не дают размножаться патогенным грибкам, эффективно борются с вирусом. Достаточно два раза в день обрабатывать папилломы соком чистотела, который только что сорван, и при этом следить, чтобы он не попал на кожный покров вокруг и не вызвал ожог. Чистотел – один из наиболее популярных народных методов лечения бородавок. Мазать их свежим соком чистотела дважды в сутки, пока они не отвалятся. Не менее эффективно лечение при помощи чеснока. Как правило, чеснок замечательно справляется с подошвенными бородавками. Для этого возьмите зубчик чеснока и замочите его в уксусной эссенции. Через пару часов достаньте чеснок и привяжите к бородавке. Данная процедура продолжается до полного исчезновения доброкачественного образования. Существуют и другие не менее действенные методы лечения с использованием чеснока. Помимо чеснока понадобится еще и банановая шкурка. Ее нужно разрезать на пластины длиной по несколько сантиметров. На бородавку наносят несколько капель свежевыжатого чесночного сока и прикрепляют шкурку банана при помощи пластыря. К бородавке шкурка должна прикрепляться желтой стороной. Такой метод рекомендуется проводить на ночь. Луковицу. Луковицу нужно вымыть, нарезать пластинками, залить уксусом и оставить на пару часов. Когда кольца лука хорошо пропитаются уксусом, их прикладывают к бородавкам, закрепляя с помощью бинта. Такие компрессы должны выдерживаться не менее нескольких часов. Поэтому очень удобно делать их перед сном. Процедуру продолжает до исчезновения бородавок. Неплохо также делать повязки из размятых свежих листьев колонхоя. Довольно эффективно в данном случае помогает избавиться от бородавок сок колонхоя. Лист растения следует исполоть в ступе до получения кашицы, наложить на новообразование и забинтовать. Повязку следует менять раз в сутки, через 7-10 дней бородавки исчезнут. Кроме того, к бородавкам можно прикладывать свежие листья крапивы. Полынь от бородавок. Залейте 3 столовые ложки сухой полыни одним стаканом кипятка, накройте крышкой и настаивайте не менее 2 часов. Затем ежедневно смачивайте процеженным настоем бородавки по несколько раз в день. Картофель. Сырые клубни содержат небольшое количество солонина, яда, который разрушается при термической обработке. Корнеплод следует очистить и разрезать вдоль, приложить к бородавке и прибинтовать. Солонин за ночь убьет инфекцию. Иногда достаточно одного сеанса. При необходимости повторять процедуру каждую ночь до полного исчезновения бородавок. Кислые яблоки. Вам потребуется сок кислых яблок, которым следует натирать проблемные места в течение 10 дней. С каждым днем бородавки будут все больше и больше усыхать, потом темнеть и приблизительно через пару недель и вовсе исчезнут. Лечение бородавок при помощи алоэ. Готовим содовый раствор. Одна чайная ложечка соды на стакан теплой воды. Полученный раствор надо приложить к бородавке или бородавкам на 10 минут. Затем срезаем лист алоэ и прикладываем свежий листочек к бородавке. Прикладывать алоэ надо мякотью. Фиксируем алоэ с помощью ликопластера или обычного бинта. Компресс надо держать в течение нескольких часов. А еще лучше будет оставить его на всю ночь. Пока вы будете отдыхать, компресс будет работать, помогать лечить бородавки. Курс лечения алоэ состоит из 80 процедур по одному компрессу в день. Против бородавок можно также приготовить настой из лимонной кожуры. Для этого снимите кожуру с двух лимонов, измельчите ее, поместите в банку и залейте половиной стакана обычного столового уксуса. Банку плотно закройте и оставьте на 7-8 дней, ежедневно ее встряхивая. После процедите и уже жидким настоем аккуратно смачивайте бородавки по несколько раз в день до появления результата. Чтобы не пожечь кожу вокруг бородавки, можно использовать описанную выше процедуру с легкопластырем. Василек. Сухие семена синего василька растереть деревянный стук и смешать растопленным свиным салом до состояния пасты. Мазь наложить на новообразование, то есть бородавку, и закрепить с помощью повязки. Держать это средство следует 3 дня. Бородавка исчезает вместе с корнем через неделю. Эффективным средством народной медицины при бородавках может оказаться нанесение массы из растолченных свежих ягод рябины. Масло чайного дерева. Им стоит смазывать бородавки регулярно в течение недели, пока бородавки не начнут пропадать. Если верхняя часть бородавки начинает чернеть, значит вы на правильном пути. В этом случае у нее начинает отсыхать корни. Самое главное в этот момент не пытаться срезать верхний слой. Очень важно, чтобы бородавка отпала сама. Только так можно предотвратить будущий рецидив на этом же месте. Считается, что бородавки исчезают бесследно, если принимать ванны из конского каштана. Для приготовления такой ванны нужно набрать половину эмалированного ведра или бака листьев каштана. Можно вместе с цветами и истолченными плодами залить их доверху кипятком и настаивать 12 часов. Ванны принимаются в этом отваре при температуре 38-40 градусов в течение 15-20 минут ежедневно, а при слабом здоровье через день всего на курс от 8 до 12 ванн. Достаточно быстро проводится лечение бородавок народными средствами, такими как свежие размятые листья и рис. Для этого их накладывают в виде повязки. Обычно бывает достаточно сделать это всего 3-4 раза. Народное средство от бородавок на руках с использованием соли. В небольшой мешочек или пакет высыпается одна пачка крупной поваренной соли, после чего в него опускаются руки и натирается солью, так как будто вы намыливаете руки мылом около 5 минут. Затем соль отряхивает с рук, но при этом руки необходимо не мыть хотя бы 2-3 часа. Эту процедуру необходимо делать 2 раза в день, утром и вечером. Спустя несколько дней на руках будут образовываться водянистые волдари, а кожа с рук начнет слазить небольшими клочками вместе с имеющимися бородавками. Несмотря на такое страшное описание, этот процесс является довольно-таки безболезненным, а кожа заживает достаточно быстрым. Йод является также эффективным средством. Вылечить бородавки йодом очень просто. Ватной палочкой достаточно нести йод на образование. Такая процедура может проводиться не один раз в день. Длительность лечения йодом около недели. Возможны и более быстрые положительные результаты в таком случае. После того, как бородавку смазали йодом, на место образования наклеивают пластырь. Изолента от бородавок в 2002 году в одном из научных журналов под названием «Архивы педиатрии и подростковой медицины» была опубликована статья, которая подтверждает тот факт, что изолента от бородавок – это признанное медиками средство, хотя объяснить, каким образом оно действует, пока не удается. Сухой лед – это действенное средство, применяемое к плоским бородавкам. Лед в кубиках кладут в тряпочку и прикладывают к пораженным местам, пока можно терпеть. Поражения должны исчезнуть посредством нескольких процедур. Сода применяется для борьбы с подошвенными бородавками. Готовится горячая вода с содой. Распаривается. Размягченная часть срезается. На место кладется кусочек сырого мяса, затем нога забинтовывается в течение нескольких дней, не мочится водой, повязка снимается, и мягкая часть бородавки снимается. Если она не выпала с корешками, процедуру повторяет. Лечение бородавок народными средствами дома включает уксус. Перед сном каждый вечер с чрезвычайной осторожностью капает небольшое количество кислоты на каждую папилому. Применяется также смесь уксусной кислоты и муки один к двум. Закрыв кожу вокруг, намазывает ее смесью и заклеивает пластырем. За сутки повязку сменяет один или два раза. Попиломы должны пропасть за неделю. Натуральный мел. Бородавку присыпает мелом и завязывает мест шерстяным кусочком ткани. Повязку нельзя мочить. Зола – одно из самых эффективных средств, используемых в народной медицине для лечения бородавок. Для этого понадобятся 3-4 спички, от которых отламываются серные головки, а спички полностью сжигаются. Полученная зола растирается в порошок, которому добавляют чуточку воды до образования густой кашицы. Полученный состав и наносят на бородавку. Через 5 дней бородавки начинает морщиться и усыхать. В хозяйственное мыло натрите на терке брусок обычного мыла, хозяйственного 72% вам потребуется 4 столовые ложки, которые следует залить яблочным уксусом. Смесь поставить на огонь, довести до кипения, непрерывно помешивая, переложить в стеклянную банку с плотной крышкой. На каждую бородавку следует наложить толстый слой мыльной пасты, положить сверху марлевую салфетку и полиэтилен, зафиксировать с помощью легкопластера или повязки. Время процедуры 4-5 часов. Пораженную ногу распарьте в горячей мыльной воде с добавлением небольшого количества соды. Затем очень осторожно соскоблите верх рыхлый слой бородавки. Насухо вытрите ногу, приложите к бородавке кусочек сырого мяса, сверху которого приложите небольшой кусочек льенки и все это замотайте бинтом. Такую повязку необходимо носить на ноги, не снимая не менее 3-4 дней и ни в коем случае ее не смачивать. По истечении срока уберите повязку и снова распарьте ногу в горячей воде с добавлением мыла и соды. После этого распаренная бородавка должна легко отъединиться. Если вдруг бородавка на подошве довольно большая и не отделяется с первого раза, процедуру с распариванием, прикладыванием мяса и повязки необходимо повторить. Лечение бородавок касторовым маслом Касторовое масло известно множеством целебных свойств. Очень положительно оно воздействует на кожу и подкожные ткани. Именно поэтому народные целители используют касторовое масло в лечении бородавок. И этот метод дает очень хороший эффект. Кислота, которую содержит масло, оказывает на бородавке раздражающее действие, что приводит к очень хорошим положительным результатам лечения. Для лечения надо втирать масло в бородавке в течение 10-15 минут, чтобы они хорошенько пропитались маслом. Делать процедуру надо утром и вечером до полного исцеления. Субтитры создавал DimaTorzok